В этом году мы завершаем Капитальный ремонт 15 объектов, из них 12 декабрь. Еще 10 в следующем году. Отмечу, что вся эта программа достаточно капиталовоемкая. Некоторые дворцы и дома культуры не ремонтировались просто никогда. Десятилетия. Но все эти расходы на мероприятия мы заложили в бюджет. Оксана Косарева, министр культуры Московской области, отметила в числе остальных муниципалитетов и Сергио-Пасадский район. В частности, речь шла о ДК «Юность» в Березняках. Там на областные деньги отремонтировали кровлю. Поселение, где порядка 7 тысяч жителей и единственная ДК, готовиться к ремонту начало еще в 2011 году. Ну вот несколько лет где-то буксовало, но вот в этом году активно мы поработали с министерством культуры, вычленили из проекта основной, это крыша и потолок, с чего надо начинать. Потому что нет смысла ремонт проводить косметически здесь, если у нас течет крыша. Все, проектно-сметная документация была готова, конкурс сыграли, подрядчик оказался очень добросовестным. Значит, мы с ним вплотную работали. Теперь, когда фундаментальные работы выполнены, руководство поселения планирует войти в областную программу ремонта учреждений культуры на 2018 год. Необходимы работы по инженерным сетям и косметическому ремонту ДК. Это не единственный пример в нашем районе. В Скоропусковском власти готовят к капитальному ремонту музыкальную школу номер один, которая с момента открытия основательно не ремонтировалась. Планируется полностью переоснащение этой кровельной работы, сантехнической работы, внутреннее убранство и замена всего оборудования. Какая сумма планируется? К предварительным подсчетам 28 миллионов рублей. ДК «Космос» в пересвете образца 1960 года и тоже без ремонта все это время. В 1961 году введен в эксплуатацию. Действительно, здание требует капитального ремонта. На сегодняшний день работа проводится следующая. Это заключен договор на обследование всего здания, для того, чтобы нам составить проектно-сметную документацию. И в 2018 году войти уже с проектно-сметной документации в программу капитального ремонта. В Шеметовском поселении несколько учреждений культуры. Ремонт ДК «Марина» собственными средствами не осилить. Решили войти в программу 2018 года и отремонтировать здание за счет областных денег. Но в поселении понимают, надеяться только на область не стоит. Поэтому в Шеметовском действует своя поселенческая программа по ремонту домов культуры. В этом году мы за счет собственных средств, вот в «Марина», например, пластиковые окна поставили, в «Кузьмино» большой объем работы выполнили. И не только по ремонту, но и самого Дома культуры, но и по благоустройству прилегающей территории. Там стало очень комфортно находиться. Затем мы провели большие работы в селе Шеметово, микрорайон новый. Дом культуры тоже большой объем работы выполнили. Это вентилируемые фасады, затем отремонтировали крышу. Внутри мы делали косметический ремонт некоторых помещений. Но большой объем работы был там выполнен по вентиляции помещения, потому что там ее просто не было. Вот эти работы все в настоящее время завершены. За счет средств местного бюджета в поселении в будущем году запланирован ремонт в двух ДК – Саматовина и Константинова. О консолидированном подходе к решению этого вопроса на заседании правительства говорили много раз. Но основная ответственность за состояние учреждения культуры все-таки лежит на главах муниципалитетов, отметил Андрей Воробьев. Он дал поручение всем руководителям муниципальных образований обеспечить завершение работ на объектах до 20 декабря. На будущий год правительство планирует заложить в бюджет более миллиарда рублей на приведение в порядок всех домов культуры в больших и малых городах и селах. Ирина Белякова, Кирилл Емельянов. Тема.